Свистайте их наверх, большие и маленькие любители крупных калибров, Александр Петров, с вами, у меня в гостях Бенхэм, американский премиум эсминец 9 уровня, это в общем-то корабль, который можно получить условно бесплатно, выполняя ряд боевых задач и получая топливные жетоны, в общем-то достаточно крутая и полезная история, у кого было куча времени летом, нечем было заняться, вы могли всей этой истории запариться и получить себе на халяву вот такой вот корабль, который фармит лучше, чем любая другая восьмерка, ну, если вы в курсе, немножко не хватает у вас топливных жетонов, вам, друзья, придется либо, ну, как бы попытаться где-то их еще добыть там, где вы их не добыли, либо тупо просто, как говорится, задонатить, ну, здесь уже, друзья, конечно, вам решать, вы должны посмотреть, сколько у вас топливных жетонов осталось, это можно сделать в Адмиралтействе, сейчас он у меня прогрузится и я вам более подробно покажу, где это сделать, но мы пока что сейчас перейдем в сюда, вот, это информация про, собственно, как можно получить этот Бенхэм, за снабжение, надо было участвовать каждый день, заходить в игру и получать и топливные жетоны, и контейнеры, которые могли эти топливные жетоны содержать, за директивы событий Дикой Волны, принимать вызовы дня и завершить специальный марафон, или же выполнять экономические задачи Дикого Боя, то есть кататься в Диком Бою, ну, и, конечно же, если не хватает вам контейнеров, вам придется просто их купить в каждом премиум контейнере, 15 топливных жетонов, допустим, если вот посмотрите на свои жетоны, если вам не хватило, грубо говоря, там, 15, 20, 30 жетонов, в принципе, возможно, имеет смысл тупо задонатить и купить себе господи, где эти контейнеры, боже мой, как тут все подурацки организовано, вот, купить себе контейнер, там, Дикая Волна, один стоит 275 рублей, ну, и, смотрите, умножьте на количество жетонов, 15 жетонов в одном контейнере, возможно, имеет смысл и задонатить, скажем, за 500 рублей получить, там, прем-девятворные, то, гу-гу, как, неплохо переключаемся мы обратно в корабли вот здесь эти ящики их можно также приобрести за что? за голду если есть лишняя голда, тоже можете этим воспользоваться 15 топливных жетонов в каждом таком вот ящике находится напоминаю, что купить там по себе эсминец можно вот здесь вот будет он стоить 800 топливных жетонов ну, те, кто уже в курсе этой ситуации сейчас мы с вами посмотрим, что же это за корабль и как на нем играть стоит ли он вообще в запарке или нет могу сказать сразу, что это очень интересный эсминец по своим характеристикам очень приятный, комфортный обладает большим количеством торпед более-менее неплохими орудиями главного калибра и, в общем, может вполне себе даже месить противника потому что у него даже есть, не поверьте, ПВО и заградка который, в общем-то, даже кое-что там сбивает 17 650 единиц ХП у нас в наличии с мастером борьбы за живучесть конечно, ХП маловато но сам по себе корабль напоминает эдакий, наверное, Махан даже скорее нежели чем ну, помесь Махана и Флетчер что-то такое сейчас посмотрим главной корабль серии эсминцев основным вооружением которых кроме универсальных 70-мм орудий были размещены по борту на 4 4-х трубных торпедных аппаратов в 1939 году он вступил в строй а вот, ну, мне интересно какой все-таки эсминец он больше всего похож чисто визуально очень похож на Махан, кстати, я вам скажу да Махан 1936 год ну, это типа более, видимо, такая более свежая серия хотя визуально корабль очень напоминает он даже меньше похож, наверное, на Бенсона и Флетчер уже выглядит гораздо более таким современным эсминцем КП, конечно, маловато что сказать но, в общем, с другой стороны сильно вперед-то лезть здесь не стоит все-таки основное вооружение здесь торпеда главный калибр шустрая перезарядка 3,3 секунды без каких-либо, по-моему, ускорений у меня здесь вроде бы да, ничего нет но ускорение до 792 метра в секунду достаточно медленно летящие снаряды 12,6 дальность стрельбы ну, стандартный американский такой, знаете, Бенсон практически а вот торпедный аппарат интересный 4 по 4 533 миллиметра 10,5 километров это торпеда 15200 урон и 1,4 заметность у торпед достаточно незаметные дальноходные и, самое главное, быстро перезаряжающиеся торпеды 65 секунд перезарядка здесь их 4 в сбросе не 5, как у Бенхама Флетчера а 4 быстро заряжаются можно спамить есть ПВО, есть универсальные орудия есть у нас неплохая маневренность неплохая скорость и в общем-то поэтому как американский сменец чувствует он себя здесь отлично абсолютно 5,9 незаметный стандартный на этом уровне такая же, как у Флетчера что касается модернизации беру я здесь торпедную сборку здесь беру ПВО и здесь главный калибр чтобы ничего особо не выбивали по возможности что касается командира здесь друзья опять же я играю именно от торпед но вы можете брать все что вам нравится беру торпед беру инерционку чтобы пытаться там отстрелять крейсера если вдруг неожиданно ну знаете такая неприятная ситуация ты стоишь на тебя прет крейсер там у меня 5-6 тысяч хп без инерционки ты вряд ли что сможешь там и сделать здесь как бы возможность отбиться все-таки есть в наличии ну и конечно отчаянно вам пригодится ускорение торпед брать не советую потому что они и так здесь достаточно шустрые 65 узлов и в общем-то 10,5 километров это то что отделяет нас от большинства ну скажем так многих кораблей с РЛС давайте ворвемся в бой на этом самом Бенхаме и посмотрим как он будет играться в бою я кстати когда играю на эсминцах мне все время ну скажем так либо повезло либо не повезло то есть ты можешь весь бой прогулять там с 5 тысячами урона чисто потому что никто на торпеду не налетает не везет тебе со сбросом а можешь сходу набросать там 100 и больше тысяч урона чисто потому что ребята просто шли и убивались от твоей торпеды здесь к сожалению не угадаешь где найдешь где потеряешь о Фаранг ничего себе попал в видео красавчик господин Фаранг Санкт-Петербург привет привет рад тебя видеть хорошо что с нашей стороны не придется тебя топить ха-ха-ха так ну что ж из противников Флетчер и Бенсон достаточно неприятные но в общем и целом можно с ними пободаться потому что это одноклассники Флетчер конечно стреляет чуть-чуть повеселее ну а Бенсон обладает примерно такой же артиллерией собственно как и я что это а это американский а это мне просто интересно что за картинка это в общем американцы наверное да какая-то история ну не знаю у меня контрибьюторская поэтому о а у Кагера у нас авиковод ха-ха ахтунг ой блин а можно же смотреть по эмблемке это бета-тестер а это неизвестно кто ну в общем типа авик у них видимо лучше по крайней мере потому что он бета-тестер окей бета-тестер так бета-тестер вот он кстати летит наш бета-тестер ладно что ж я думаю что можно немножко побезобразничать и с бета-тестером разобраться если он нам будет тут попадаться будет попадаться не я просто пролетел и не заметил ну честно говоря наверное не вижу я смысла не вижу я смысла сильно на него упарываться. Я просто отойду немножко. Пишут категорически шалом. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Очень приятно. Спасибо, что пишете в чате, типа, привет-привет. Это очень приятно. Единственное, что если вы пишете за зеленую команду, пожалуйста, не пишите в общий чат, пишите только в зеленый. Потому что тогда меня узнают с той стороны, и поиграть нормально, к сожалению, не всегда удается. Но он, кстати, авианосится. Что я делаю? Сбрасываю торпеды по эсминцам, которые вот там уже где-то засветились и ставят дымочки в той стороне. В принципе, мне совершенно никто не мешает здесь пробросать торпеды и попытаться, скажем так, уйти с точечки, в принципе, не особо бодаясь за нее, потому что ну, нет смысла за нее особо бодаться. Под авиком у нас авик неизвестный, где находится, просто сброшу туда пару-тройку. Пару-тройку. Оп. Пару-тройку. Торпед. Так. Ну что, давай. Оп. Одна есть. Флетчер, привет. Давай-давай-давай-давай-давай. Может и вторую, кстати, поймать. Ох, больно мне Лексингтон набрасывает. А это Лексингтон ли было вообще, кстати? Может это было не Лексингтон? Ну, на сожалению, Донской не хочет мне помочь. У-я-х. А мог бы. Ну, ой, да. Союзники отказались помогать, но так случается. Иногда ничего страшного, это бывает. Ну, главное, что мы загнали одну торпеду, похожую в эсминец, и, в общем, на этом чувствуем себя счастливыми и довольными. Это как раз был, кстати, эсминчик, кто брал здесь брал точку, и за ним идет сзади Дмитрий Донской, который тоже мне может сейчас, кстати, под РЛСК и попытаться что-то накидать. Но я не буду этим заниматься, не буду туда пытаться как-то зайти, потому что два крейсера, это слишком много для меня одного. Мы сейчас попытаемся просто еще туда разочек пробросать немножко торпед. Ну, вот пошла РЛСК ожидаемая от Донского. Хотя, кстати, сейчас... А, ну, подождите, Флечер ушел у захвата, так что, в принципе, вот он стреляет там. Королевская от Донского прошла, в принципе. Бенсон на точке Б, Флечер, там, выключаем мы ПВО, 10 самолетов, кстати, сбиваем противника, очень неплохо я себя ощущаю в плане ПВО-шного корабля. Я думаю, что мы немножко сейчас передвинемся в район точки С, там был еще один эсминец, Бенсон, и если даже Флечер как-то попытается что-то там что-то там сделать нехорошее, я думаю, что наши давайте вот так вот прокинем, наши союзники смогут все-таки авиации обнаружить этот Флечер и попытаться его всячески затопить. Как видите, профит от проброса торпед здесь очень большой, совершенно запросто можно это делать. Вот он опять светится. А ну, давайте-ка. Нет, попасть конечно сложно на таком расстоянии уже будет. Ну да и ладно, ничего страшного. Мы сейчас попробуем все-таки зайти на точку А. Мод, где находится вражеский что-то с дымами, а что именно, я не знаю. Какая-то хрень с дымами. Ничего страшного. Включаем опять же заградку. Промахивается у нас авиация противника. И вот он кстати Бенсон. Вот и кстати тот самый Бенсон. Ну что ж, Аэк, давай, мимо. Мы сейчас элегантно убрали жопку так от Аэк. Мы сейчас будем преследовать на самом деле вот этот Бенсон. Нам это выгодно, потому что он горит и пытается уйти, но нам надо его добрать, 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 добрать. Добрать, прям добрать. Он с умирающим двигателем тормозился, поэтому большой шанс того, что мы просто сейчас его где-то здесь обнаружим и ну ниже кидай, пожалуйста, спасибо, все нормально. Так, и здесь Нептунчик, который где-то находится спереди. Донской дает РЛС-очку и наша задача сейчас как-то не упороться на противника и на этого Донского, который сейчас под РЛС-кой будет пытаться мне что-то там наделать. Нептун будет по мне кидать, нет? Даже не знаю. Ну, честно говоря, вот эти вот донские, эти РЛС-ки, это, конечно, все калит немножко. Очень сложно жить сейчас в мире маленьких гаденьких эсминцев из-за этих вот РЛС-ок как раз. Так, ну что, мы абсолютно свободны для того, чтобы взять точку, все эсминцы уничтожены, мы замечательно справились, помогли в этом плане, считаю, два эсминца вырубить. Возможно, Нептун сейчас, кстати, не знаю, идет он под гапом или нет, но может немножко покушать моих прекрасных торпед. Может, Нептун уничтожает гнезинау. Неприятно. Неприятно. Нам надо как-то уже, да, начать захватывать точки. Есть торпеда Нептуна, две штучки, три заходят. Ой, Нептун прям чувствует себя некомфортно в этой ситуации. Пора брать точку, потому что точек нет, у нас погибает Джорджия, и, конечно, это печально. Да, Джорджия может сейчас погибнуть. Здесь находятся три линкора, которые, в принципе, являются для нас прям фантастическим кормом. Дядька Кутузов, который тоже можно немножко подразвлечь, но Джорджия, к сожалению, мешает мне сейчас забросить торпеды очень сильно. Лучше бы она либо сдохла, либо что-нибудь еще. Ну, не то, что я, как бы, понимаете, не знаю, ну, не буду я, конечно, кидать торпеды, а стоило бы, а стоило бы. Можно был бы какой-то профит, гешефт бы какой-то можно было от этого поиметь, не побоюсь этого слова. А вот можно, кстати, поиметь гешефт от Кутузова, который вон, где там находится, смотрите, в дымочках, да? Ко мне авик хочет прилететь, но это ему удачи, держитесь там. Это на здоровье. Лучше бы торпеду на самом деле кинул, полку было бы больше. Алик, привет. Будешь бомбить? Так, ну что ж, мы пробросали в Кутузова и мы включили ПВО, но не включили заградку по той причине, что мы сейчас немножко сэкономим ее для возможно, каких-то будущих самолетов. даем торпедный проброс, авик сейчас будет пытаться меня тут обнаружить, ну, урота многие, как говорится, пожалуйста, на здоровье. А мы сейчас попробуем заняться Советским Союзом. По-моему, он тут очень неплохо идет, я считаю. РЛС-ка от кого? От Донского, неужели опять? Так, Кутузов успешно постоял в дымах. Да, похоже, где-то здесь находится Донской, я боюсь, что это может быть для меня некоторой проблемой. Вон он. Ну что ж, понадеемся на то, что Донской не сможет воспользоваться своей РЛС-кой и не сможет меня в этом плане уничтожить. Мы пришлем ему несколько торпед, честно говоря, Союз, наверное, сейчас подохнет. Очень классно, да, Кутузов постоял в дымах. Так бывает в Кутузовах. Где норка находится, мне очень интересно. Норка ушла за горку. Норка за горкой. Хорошо. По-прежнему где-то еще есть авик, который продолжает меня бесить. А норка за горкой вот она. Хорошо, мы взяли точку, я надеюсь, что у... Блин, нет, это может быть, кстати, не последняя РЛС-ка у Донского, что самое печальное. И наша задача сейчас разобраться с этой Каролиной, которая здесь есть, Нептун на точке Б. Ну, конечно, не очень хорошо смотрится все у нас здесь. Достаточно потно, я вот поэтому говорю, что мне всегда, вот когда я пишу... Оп! Донской поймал торпеду. Молодец. Когда пишу такие вот видосы, мне всегда, знаете, сложно предположить, будет ли красиво или нет. Но мы уже загнали семь торпед, друзья, согласитесь, это достаточно внушительное количество торпед, это очень неплохо. Я думаю, что мы успешно справляемся с нашей торпедной задачей и всячески развлекаем. Вот Донской негодяй все-таки продолжает портить жизнь нашим игрокам. Так иначе, блин, Каролина не находит на мои торпеды, вероятно. Но ничего страшного, я думаю, что забрать Каролину, это здесь моя просто святая обязанность. Должны, должны мы ее все-таки доразвлечь до Сутулова. Мне кажется, что второй пак, все-таки, если первый не зайдет, то второй наверняка зайдет, поэтому я думаю, что можем продолжать наш путь в сторону Донского и Нептуна. Да, есть, есть, есть. И второй должен зайти там. Все по красоте достаточно было сделано. Я думаю, что мы сейчас пройдем с этой стороны, аккуратно выключаем ПВО и пройдем с этой стороны для того, чтобы немножко еще, блин, Лексингтон-то не один будет самое неприятное, Лексингтон будет с Донским. Ну, мы можем пофармить еще немножко самолетов в принципе. Почему бы и нет? Попробуем мы сейчас это сделать, если он на меня налетит. Нет, нет, не будет. Самолеты Лексингтон нам, конечно, неприятны, но не сказать, что прям очень. Да, там сколько, к сожалению, рядом. Ну, что? Будем или не будем? Сброшу туда на всякий случай. Пытается меня найти Лексингтон. Я даже пытаюсь тебя догнать, Лексингтон. Ау! Леди ко мне! Я тебя люблю, детка. Нет? Не хочешь? Полетал, полетал, улетел. Я не понимаю, что ты хотел добиться этим, скажи мне. Так, ну, кстати, меня вот даже устроит, если он найдет меня за горой. Ой-ой-ой-ой, Нептун. Вот это вообще неприятная новость лично для меня. Не засветимся, не засветимся, отлично. И теперь убегаем. И теперь убегаем. Нет засвета от Нептуна. Есть. Ну, сейчас давайте. Вот тот самый случай, зачем нам нужна инерционка? Чтобы убивать крейсера, да? Помните, я говорил? Несколько тысяч, не хватает. Конечно, сейчас может очень неприятно по мне там накидать наш торпедный. Торпеды от Нептуна могут пролететь. Но здесь ничего не поделаешь, надо рискнуть. Надо рискнуть. Нептун сдаёт сдаёт дымы. Вот он. Давай. Давай, 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 давай. Надо добивать, 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 добивать. Блин, скорее он меня добьёт такими темпами. Ну, давай, ещё чуть-чуть, ещё немножко. Есть контакт. Всё, норм. Ну и что? Авик, убьёшь меня или нет? Давай, соберись. Соберись, тряпка. Убей меня нежно. У меня есть подозрение, что у этого самого, у Донского всё-таки закончились РЛСки. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Так, Донской, давай. Агапа у тебя есть, или у тебя заградка? Признайся. Нам сейчас надо будет по красоте отсюда уйти. Выключаем ПВО и даём полный, полный вперёд. Да, боюсь, что Донской не поймает торпеду. Вероятно, что у него ГАП. Хотя, сложно здесь сказать. Ну, почему нет? Почему нет? Может быть и ГАП. Остаётся последний Донской, авианосец, который не смог. РЛСка всё-таки есть, есть у Донского РЛСка, но она ему здесь, увы, ничем не поможет. Все четыре РЛСки Донской меня успешно использовал, за что ему, кстати, можно поставить, наверное, лайк. Я боюсь, что он был не особо полезен в этом бою, но все четыре РЛСки он применил прям аккурат в меня. За это ему можно выдать орден Сутулова и наградить его, ну, не знаю, чем-нибудь, чем-нибудь бесполезным. В общем, как Донской, так и всё остальное. Продолжаем наш славный поход. Можно, в принципе, погоняться за Донским. Теперь он практически ничего не может мне сделать, потому что все четыре РЛСки он использовал. Не буду я брать точку, а пойду, наверное, прямиком за дядей Димой. Почему бы и нет. Можно, кстати, даже из дымов его расстрелять, если что, если он будет в хорошем засвете. Можно попытаться и так будет сделать. Но Донской, кстати, очень хорошо уклоняется от торпед, могу сказать, ему в плюс. Так что, возможно, это будет не так уж и просто. давай, Донской, куда ты убегаешь? Ты хочешь спрятаться? Ты хочешь что? Что ты хочешь, Донской? От меня ведь не убежишь. Я иду прямо за тобой. Да-да-да. Ты меня светил РЛСкой четыре раза, а я подкрадываюсь за тобой. Ты меня не видишь, но ты чувствуешь, что я сзади, детка. Он думает, почему он не может отсветиться. На самом деле, кстати, надо идти аккуратно, потому что можно в любой момент отгрести торпед от него. У него 8-километровые хорошие торпеды и абсолютно его не остановит собственно момент, что он их, он, я думаю, их запросто может реализовать. Так, пробуем сейчас не засветиться еще, помимо всего прочего. Потому что для нас это будет достаточно неприятно, если мы засветимся. Аккуратненько, да, вот так вот. Разбросали торпед по-всякому и что? Давайте постреляем. А вот и торпеды! А вот и торпеды! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Нет, стой-стой-стой-стой-стой! Черт! Все-таки молодец! Нет-нет, поставлю-поставлю донскому лайк, красавчик, молодец! Ну, конечно, я обнаглел, пошел гоняться за крейсером, молодец! Донской был красавчиком. Я думаю, что у него скорее всего есть гап, судя по тому, как он неплохо так уклоняется от торпед. Давайте досмотрим все-таки, чем закончится этот бой. Это приятно, друзья, приятно, когда противник оказывается достаточно, ну, интересным, опасным, и я, честно говоря, вот всячески рад этому донскому, который действительно смог меня укатать, причем торпедой в дымах. Красавчик, сделан на просто очень круто, реально молодец. Посмотрим, что же Донской сможет в итоге здесь сделать со всей этой остальной командой и сможет, что ли. Я накидал 126 тысяч урона, причем значительную часть, наверное, ну, не значительную, как минимум половину из них было по крейсерам и какая-то часть по эсминцам, поэтому сыгралось здесь хорошо, несмотря на то, что урона может быть не так уж и много, но 126 тысяч в основном урон именно по средним и легким кораблям, а это значит, что мы, в принципе, должны иметь достаточно неплохой профит в плане фарма. Донской вообще, смотрите, разворачивается, давайте мы напишем, может он отвлечется, Донской плюс, пишем ему, блин, ну и лаги у меня пипец. Все, во всем виноваты лаги, друзья, во всем виноваты лаги. Донской красавчик, смотрите, он сейчас еще укатает всю команду и вообще, ну единственное, что он только ББшками кидает не очень, наверное, они у него это в КД, когда должен фугасами кидать по Балтимору, так, еще залп, Донской старается, нет, зачем ББшки кидай фугасами Донской, я за тебя болею, честно, я даже готов проиграть этот бой, а вот сейчас он зачем-то встает бортом наш Балтимор, ну ладно, окей, минута 14 остается, наш Донской пытается там что-то кого-то догнать, самое интересное, что, друзья, шутки шутками, но ПВО на эсминцах сейчас опаснее, чем ПВО на крейсерах, реально, Донской ведь тоже девятка, и у меня нету никаких ПВО перков на моем Бенхэме, и тем не менее, вполне себе даже неплохо кашу самолеты, в отличие от того же Донского, который вот немножко пострадует, хотя красиво он сейчас прошел здесь мимо торпед, молодец, сейчас будет просвет Лексингтона, за 33 секунды, успеет ли, успеет ли, успеет ли, ну мне кажется, не, не, 41 тысячу Донской не снесет, это не линкор, тем более, сейчас вражеский авеносец тоже вряд ли пойдет прям напрямик, зачем ББшки, боже, Донской, какие ББшки здесь кидай фугасами, что ты творишь, давай, 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 стримера ты завалил, ха-ха-ха, ну да, завалил, завалил, молодец, молодец, Донской, очень красиво, в общем, моя ошибка, и он сыграл прям на 100% красиво, Донской был молодец, ну что ж, смотрим, смотрим, друзья, смотрим, чем же запомнился экономически нам этот бой, и стоил ли вообще этот Бенхам трудов и усилий, 759 тысяч серебра за 126 урона, мы занимаем уверенное первое место в этом бою, мы накидали 16 тысяч кутузов, 36 каролина, 2 400 бенсен, 44 тысячи нептун, 14 Донской, 10 флетчер, и 2 тысячи по Советскому Союзу, сбили 20 самолетов, то есть весь урон практически по легким кораблям, и 759, друзья, это, на минуточку, чистый фарм, ну точнее грязный, то есть, чтобы вы понимали, 750 тысяч, очень большое количество серебра получает этот Бенхам за вот этот вот бой, без према 500 тысяч, и чтобы вы понимали, вот это вот, без каких-либо флажков, и чего бы то ни было, поэтому, друзья, если есть желание и возможность, любите эсминцы, посмотрите, возможно, вам не хватает там 20, 30, 40 жетонов, это хорошее вложение денег, не советую никогда лишний раз донатить в Лесту, но за небольшие там 200, 300, 400, 500 рублей, вы сможете получить корабль, который стоит 4 тысячи, такие дела, все, Тури с вами, до новых встреч, увидимся, и ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пока-пока, пока-пока-пока.